Знак качества с пометкой «Придумано в Беларуси» прочно занял свое место в семье мировых стартапов. Минск сегодня является одним из крупнейших игроков на рынке успешных идей для бизнеса. Этому способствует как парк высоких технологий, аналог Силиконовой долины, так и работа венчурных фондов и спонсоров. Над чем же сейчас думают белорусские новаторы? Из Минска материал нашего корреспондента Дмитрий Лукш. Понятие от слов к делу для бизнеса Татьяны звучит как девиз. Команда молодого директора занимается организацией бизнес-встреч для успешных и перспективных. Коммерсантам главное не опоздать на мероприятие. О месте встречи и о том, чтобы его ничто не изменило, беспокоятся уже эти люди. Проект Татьяны – дело молодое, однако он стал одним из самых громких выстрелов белорусских новаторов за последнее время. У нас очень много есть точек входа на рынок, если можно так сказать. Это и различные хакатоны, и курсы, и у нас есть прекрасный клуб «Имагуру», который является прямо ядром стартап-жизни. То есть, в принципе, условия для развития стартапа, они довольно обширные. Было бы желание, и сама по себе экосистема в нашей республике, она предполагает предоставление условий, возможностей на всех уровнях развития своего стартапа в дальнейшем бизнеса, если можно так сказать. Наиболее перспективные белорусские специалисты встречаются в парке. В парке высоких технологий. Аналог «Силиконовой долины» сегодня является кузницей и поддержкой талантов. В прошлом году его экспорт составил 965 миллионов долларов. Количество резидентов парка увеличилось в разы после принятия Александром Лукашенко декрета о развитии цифровой экономики. Этот проект главы государства дал дорогу многим успешным идеям. Только в прошлом году парк принял в свой состав 268 новых компаний. В обществе до сих пор бытует мнение о том, что стартапы, как успешные проекты, возникают где-нибудь в небольших квартирках или гаражах и связаны непременно с IT-сферой. Разрушаем стереотипы. Сегодня белорусские новаторы работают, как правило, в просторных офисах в центре мегаполиса, да и работа их связана не только с компьютерами и мобильными приложениями. Успешные идеи реализуются в области медицины, энергетики и машиностроения. База данных Белорусского инновационного фонда пополнилась десятками новых стартапов. Сейчас при создании продуманного бизнес-плана автор идеи может рассчитывать на инвестиции в 2 миллиона долларов. До недавнего времени в Белоруссии, скажем, получить финансовые ресурсы было не так просто. Но сейчас, как я уже говорил, открылись, организации целые элементы венчурной экосистемы, и бизнес-ангелы, и фонды, и государственная поддержка. Поэтому привлечь финансирование для развития стартапов стало гораздо легче. И в целом, в рамках тех механизмов финансирования, которые есть сейчас, я думаю, привлечь средства, необходимые для развития стартапа, можно, скажем, от месяца до полугода. Несколько дней назад отечественные новаторы вновь громко заявили о себе. Победителями крупнейшего международного конкурса стартапов стали сразу три проекта с белорусской пропиской. Позади победителей остались 12 тысяч претендентов. Таким образом, при разумной реализации и поддержке идей, фраза «придумано в Беларуси» все точнее определяет знак качества.